Знаете, почему большинство предпринимателей терпят неудачу, используя Facebook в качестве рекламной площадки? Сейчас мы узнаем! Они просто неправильно пользуются его возможностями. Они не понимают свою целевую аудиторию, показывают рекламу не тем людям, не в то время и не в том формате. Умение правильно использовать Ads Manager от Facebook сравни с супергеройскому навыку. С помощью этого инструмента можно достучаться до 2 миллиардов людей на Земле. А это значит, что как минимум 20% населения Земли увидит твою рекламу или прочтет твои посты. Но даже самые крутые маркетинговые идеи могут просто померкнуть на фоне изнурительной настройки рекламных кампаний Facebook. Все эти ставки, оптимизации, выбор бюджета. Меня зовут Алена Полюхович и в этом видео я расскажу, как настроить эффективную рекламу Facebook. Помогу разобраться с бюджетом, выбором по форматам рекламы и нужной целевой аудитории. Итак, что такое реклама на Facebook? Стоит нам всего лишь открыть Facebook, как мы сразу видим рекламу на главной ленте. Она может быть как в мобильном приложении, так и в браузерной версии. И форматы ее абсолютно разные, и их безграничное количество. Но вы скажете, многие используют Facebook всего лишь как мессенджер. Да, вы правы, но даже там вы найдете эту рекламу. А с недавних пор, после того, как Facebook купил Instagram, реклама для Instagram настраивается также через Facebook. Но прежде чем вы начнете прикручивать банковскую карточку и потерять ладошки в ожидании заказиков и подписчиков, давайте проверим, так ли уж хорош ваш бизнес для рекламы. Ведь по ошибке можно слить сотни и тысячи долларов, если вы допустите хотя бы одну из следующих четырех ошибок. Первая ошибка. Ваша целевая страница не оптимизирована. Если посадочная страница достаточно долго грузится, к денежке за клик спишутся мгновенно. А вот пользователь, так и не дождавшись загрузки целевой страницы, просто покинет ваш сайт. Поверьте, аудитория Facebook не самая дружелюбная. А то и хуже. Если у вас есть сомнения по поводу загрузки вашей посадочной страницы, проверьте ее при помощи следующих утилит. Все ссылки будут в описании. Вторая ошибка. Вы ничего не тестируете. Неужели вы думаете, что реклама вашего бизнеса запустится по мановению волшебной палочки? Обязательно проверяйте свой заголовок, текст, посадочную страницу и желательно не один раз. Затем смотрите, кому вы показываетесь. Научитесь сегментировать аудиторию. Сделайте из одной три, разделив их по каким-либо признакам. Например, по интересам или увлечениям, или по демографическому признаку. Например, замужний и незамужний. И посмотрите, кто лучше реагирует на вашу рекламу. Третья ошибка. Вы ничего не отслеживаете. Это грубейшая ошибка в маркетинге. Всегда нужно отслеживать. И Facebook дает такую возможность. За исключением тех случаев, когда вы гоните трафик на ресурс, где невозможно установить специальные коды отслеживания. А как установить эти коды отслеживания, можно прочитать непосредственно в самой справке от Facebook, ссылочку на которую мы оставим в описании. И последняя ошибка. Ваше предложение просто невыгодно. Да, это самая банальная, но и самая распространенная ошибка, провала и причина провала вашей компании Facebook. В отличие от контекстной рекламы, где вы можете отследить и вовремя среагировать на спрос, в Facebook вы просто пассивно показываете свое предложение аудитории по интересам, которые вы выбрали. Поразительно. Если ваше предложение слишком дорогое или ненужное, вы предоставляете услугу, которая сейчас, в данный момент, не нужна людям, либо ваши конкуренты предоставляют ее по более выгодным условиям, скорее всего, вы просто впустую потратите свои денежки, и она не даст никаких лидов. Прежде чем вы решите запустить рекламу в Facebook, вам нужно определиться с ее форматом. А форматов действительно очень много. Первый формат – это видеореклама. В своих предыдущих роликах Анатолий Улитовский говорил уже, что к 2020 году за видео будет 80% трафика. Видеореклама очень хорошо работает, но следует знать несколько секретов для того, чтобы она была успешной. Например, помните, что короткие ролики люди чаще всего просматривают до конца, в то время как в длинных роликах вы имеете возможность рассказать полную историю своего бренда, товара или услуги. Мы уже все рассчитали! Какой ролик снимать для рекламы решать только вам. Универсального решения не существует. Но помните, чтобы реклама была успешна, ваше видео должно быть снабжено субтитрами, оно должно привлекать внимание даже без звука, и самое главное – первые 3 секунды решают все. Если у вас отвратительный монтаж, даже не пытайтесь. Второе, что я узнал при создании рекламы, наиболее эффективное объявление – это видео. Никто не хочет создавать видео. Все хотят делать баннеры, потому что они самые легкие, но если вы потратите время на создание видео, стоимость рекламы будет гораздо ниже, а конверсии намного выше. Когда вы оптимизируете видео, убедитесь, что у вас есть субтитры, и видео начинают воспроизводиться автоматически, потому что видеообъявление запускается без звука. Субтитры автоматически отображаются при просмотре, обязательно вставляйте транскрипцию в видео. Делайте субтитры более легкими для чтения, текст должен стимулировать конверсии, видео также должны передавать эмоции, оно должно быть оптимальной длины. Вам нужно действительно зацепить людей, рассказать историю, потому что если вы этого не сделаете, вы просто пытаетесь заставить людей кликать объявление и переходить на ваш сайт по самой низкой стоимости кликов. Маловероятно, что это принесет вам больше выручки. Ваша цель – не низкая цена клика, а возврат инвестиций. Лучше заплатить лишний доллар за клик, если в результате вы сможете на нем заработать больше денег. Не сосредотачивайтесь на том, сколько вы платите за клик. Сосредотачивайтесь на том, сколько вы заработали и сколько вы потратили. Это ключ к рекламе в Facebook. Следующий тип рекламы – это реклама с изображением. Здесь все понятно. Это самый распространенный тип рекламы. Это отнюдь не фантазии. Мы привлекаем пользователей при помощи фотографий, а также рекламного текста. Существует возможность выбрать как одну фотографию с текстом, так и возможность сделать кольцевую галерею с серией фотографий и уникальной ссылкой под каждой. А для интернет-магазинов существует формат подборка, где есть одна основная фотография или видео, а внизу располагаются некоторые фотографии товаров. Такой тип рекламы открывается только на мобильных устройствах. Есть также еще один формат рекламы, который запускается так же, как и видео. Это слайд-шоу. Слайд-шоу позволяет рассказать о вашем услуге, о вашем товаре или бренде даже при медленном подключении к интернету. Следует знать несколько секретов, как сделать фоторекламу успешной. Во-первых, не делайте скучные фотографии. Если вы берете фотографию товара, покажите его в действии. Например, обувь уже на чьей-то ноге или же заваренный чай уже в вашей чашке. Берите изображение только в высоком разрешении. В наш век мощных технологий до сих пор остаются рекламодатели, которые берут картинки с сайта, где они уже хорошо обжаты, и пихают их в рекламу. Такие фотографии просто не хочется просматривать. Не пишите много текста. Краткость — это сестра таланта. Первые 140 символов или же первые 4 строчки решают абсолютно все. Больше текста просто может быть не видно на вашей фотографии. Один акцент, один клик, один товар. Не пихайте все в одну фотографию. А такое искушение есть. Фотографии с одним товаром работают куда лучше, чем с несколькими. Следующий вид рекламы — это продвижение готовой публикации. Это самый простой вид рекламы. Создали пост, выбрали аудиторию, сделали рекламу. Есть несколько секретов, как сделать пост привлекательным. Используйте эмоджи. Посты со значками работают гораздо лучше и имеют больший охват. Но не переусердствуйте. Выбирайте значки, например, как разделитель между предложениями. Делайте чек-листы. Фраза «жми, сейчас узнаешь, что секретов» работает гораздо хуже, нежели вы перечислите десятки секретов уже непосредственно в посте. Сторителлинг. Необычные истории, успех, кейсы, факапы всегда будут хорошо работать, ведь пользователям интересно, что же действительно произошло конкретно с вами, с вашим товаром или услугой. Делайте больше конкретики в постах никакой воды, меньше общей информации. Какую-то актуальную новость можете использовать в качестве затравки. Вы моделируете мысли, которых у меня не было. А также делайте пост с ссылкой. Пост с фотографией работает гораздо хуже, это проверено. Наверное, это самый простой вид рекламы, и на его примере я покажу, как использовать рекламный кабинет. Если вам понравится этот ролик, дайте знать с помощью лайков и комментариев. Напишите в комментарии, на какую тему снять следующее видео, о каком виде рекламы рассказать в следующий раз. Но вы скажете, мне нужны продажи и мне нужны лиды. И да, такой тип рекламы для вас существует. Так и называется реклама для получения лидов. В момент, когда пользователь нажмет на такой тип рекламы, откроется контактная форма, куда подтянутся данные, которые он ранее оставлял на фейсбуке. Просто сейчас людям сложно и лень заполнять много ненужной контактной информацией. Такой тип рекламы становится гораздо проще и для пользователя, и для вас для получения информации. И тут я вам дам несколько советов, как сделать такой тип рекламы гораздо эффективнее. Много не значит хорошо. Не просите пользователей оставлять много данных. Не нужно заполнять кучу всяких разных полей, ведь в случае ошибки пользователям придется слишком многое исправлять. Достаточно ограничиться именем, номером телефона или имейлом. Следующая – это связь вашего сайта с CRM-системой. Если же у вас на сайте нет CRM-ки, воспользуйтесь любой другой. Но искать без CRM-системы лиды в рекламных кабинетах придется очень тяжело. Это не просто, не спорю, но возможно. Если вы интернет-магазин, используете динамическую рекламу для лидогенерации, то есть она ориентирована на тех пользователей, которые посетили конкретные страницы, но не купили. Например, оставили корзину незаполненной. Показывайте таким пользователям товары из корзины. Если вы прекрасно разбираетесь в рекламе Facebook и заинтересовались последним, то можете почитать более подробно о динамической рекламе в самом Facebook. Ссылку на справку мы оставим в описании. Еще один важный момент. Для рекламы в Facebook вам нужны бизнес-страницы. Для рекламы в Instagram – бизнес-профиль. Оба профиля лучше связать между собой в настройках бизнес-страницы. Нельзя рекламировать страницу сообщества, либо же личные профили. Помните об этом. А теперь самое интересное. Как оплачивать рекламу на Facebook? Существуют два типа оплаты. Автоматические платежи и ручные платежи. При первом способе вы оплачиваете постфактум. То есть набегает какая-то определенная сумма, ваша реклама останавливается, вы покошаете долг. При ручном способе пополнения аккаунта вы сами контролируете, когда будете пополнять рекламу. Нет денежек – нет рекламы. Автоматический способ доступен во всех странах. Ручной способ – лишь в 25 странах, одной из которых является Россия. Для всех остальных стран СНГ такого способа, к сожалению, нет. Еще одна особенность – это то, что рекламный кабинет должен принадлежать реальному человеку с реальной фамилией и реальной фотографией, а банковская карта должна быть привязана обязательно на его имя, в случае чего Фейсбук просит сразу же для вертификации предоставить паспортные данные. Как к вам обращаться? Теперь переходим к отслеживанию результатов. Для этого у Фейсбук есть свой собственный инструмент, который называется Пиксель. Пиксель создается для рекламного аккаунта и устанавливается на ваш сайт. Способ его установки такой же, как Google Аналитики или счетчика Яндекса Метрики. Если что-то из этого вы ранее не устанавливали, посмотрите предыдущие ролики Николая об установке Google Аналитики и Яндекс Метрики. В первую очередь нам нужно зайти в управление реклам. Сделать это просто. Нажимаете на стрелочку вниз возле знака вопроса и выбираете управление рекламой. Вы попадаете в свой рекламный кабинет. Если у вас его нет, то вам будет предложено на его настроить. Затем вы попадаете в свой Ads Manager и можете действительно растеряться. Здесь столько всего, чего мы рассматривать в видео даже не будем. Нам нужны будут сегодня только отдельные элементы. Это просто. Если у вас останутся какие-то вопросы по какому-то пункту, оставьте их в комментарии и мы обязательно вам ответим. Мы переходим в Пиксель. Вам будет предложено создать Пиксель для Фейсбук, получить определенный код, который ваш программист должен будет установить на сайт. Дальше вы устанавливаете цели. Целей у Фейсбуков достаточно много, но если вам кажется, что их мало или вы хотите какие-либо другие, вы можете попросить программиста создать свои цели. Пиксель позволяет создать аудитории маркетинга, которые работают на посетителей вашего сайта. Что ж, если вы преодолели все трудности, тогда давайте начнем разбор рекламы. Итак, переходим к созданию непосредственно компании. Как мы видим, недавно Фейсбук обновил свой интерфейс. Многие вещи переехали в другие места, некоторые стали проще, некоторые нужно найти. Но если вам не нравится новый интерфейс компании Фейсбука, вы можете нажать на эту кнопочку, которая вернет вас к привычному старому интерфейсу. Итак, чтобы создать компанию, мы создаем «Насоздать». Выбираем, собственно, нашу цель. Например, у нас цель — это трафик на сайт. Называйте компанию так, чтобы было вам понятно. Мы назовем его «Тест». Вы можете выбрать «АБТестирование». Тогда бюджет будет распределяться равномерно между двумя группами объявлений. Вы сможете их сравнивать и понять, какие из групп объявлений дают вам наилучший результат. Ваш потенциальный охват будет разделен между вашими группами объявлений для обеспечения точности результатов. Также вы можете выбрать оптимизацию бюджета компании. При оптимизации бюджета компании все средства, которые вы будете платить, будут распределены равномерно между всеми группами объявлений, чтобы получить наилучший результат. Мы этого пока выбирать не будем. Нажимаете «Продолжить». Название группы объявлений также называйте так, чтобы было понятно вам. Например, мы назовем «Фейсбук пост». Мы гоним трафик на сайт, вы же выбираете по своему бизнесу, куда вы будете гнать. И переходим к самому интересному, к аудитории. Видите, здесь вы можете создать как новую аудиторию, так и выбрать из сохраненной, если у вас уже были какие-либо аудитории. Мы создадим новую. Места «Все люди». Либо вы выбираете людей, которые живут или недавно были выбранным вами регионов, то есть будете показывать вашу рекламу абсолютно всем. Либо же, если вы хотите, то показываете рекламу местным жителям, то есть именно тем людям, которые постоянно живут в выбранном регионе. Также имеете возможность выбрать недавние посетители, люди, которые были недавно в выбранном регионе. Либо же вы хотите и будете крутить рекламу для путешественников, то есть для людей, которые недавно были в выбранном регионе, но постоянно проживают в других местах. Мы будем крутить для местных жителей Украины. Здесь вы выбираете любую геоточку, где вы собираетесь показывать свою рекламу. Возраст также можете корректировать. Мы выберем где-то с 25 до 40. Вы выбираете пол, свой тип бизнеса. Пол здесь также все просто. Выбираете либо всех, если не хотите, чтобы вашу рекламу видели только мужчины или только женщины, либо же выбираете только мужчин, либо же только женщины. Мы выберем всех. Языки. Указывайте язык, на котором говорят ваши потенциальные клиенты. Мы выбираем русский и украинский. Детальный таргетинг. Это очень самое интересное и важное поле. Здесь оно позволяет вашему маркетологу, либо же вам проявить себя в полной мере. Здесь очень много всяких функций и способов настройки. Существует три способа добавления аудитории по интересам, то есть привычный режим поиска. Например, вбиваете слово поисковая оптимизация. То есть, например, оптимизация в поисковиках. Либо же вы можете выбрать рубрикатором в разделе просмотр. Здесь выбираете по интересам или же по демографическим интересам людей, или же по тому, как они взаимодействовали с вашим сайтом, например. Либо же вы можете выбрать рекомендации, и система предложит категории, которые больше всего подходят вашему сайту. Например, выберем онлайн-реклама. Если добавить несколько вариантов интересов, вот как мы бы добавили онлайн-реклама и оптимизация в поисковиках, то вы должны учитывать, что они добавляются с приставкой или. То есть, будет показана ваша реклама или же людям, которые интересуются оптимизацией в поисковиках, или же также интересуются онлайн-рекламой. Если же вам нужна комбинация интересов, то тогда мы рекомендуем сузить аудиторию, и здесь тогда уже сработает триггер «и». То есть, например, нам нужны веб-дизайнеры. И таким образом реклама будет показываться тем веб-дизайнерам, которые интересуются оптимизацией в поисковиках или же онлайн-рекламой. Вы всегда должны смотреть с правой стороны на размер аудитории. Пока вы здесь все будете менять, с правой стороны вы будете видеть потенциальный охват людей, которые увидят вашу рекламу, и приблизительные результаты за день. Точность прогнозов будет зависеть как от введенного вами бюджета, так и от рыночных данных. Есть связи. Также не стоит игнорировать этот пунктик. Вы здесь можете охватывать людей, которые как-то связаны с вашими страницами или с одной страницей, либо же приложениями или мероприятиями. И реклама-аудитория будет включать только людей с указанными связями, которыми вы выберете. Вы можете сделать так, чтобы реклама показывалась, например, друзьям ваших друзей, так как друзья в Facebook – это зачастую и коллеги, и друзья по интересам. Мы выберем, например, друзья людей, которым нравится наша страница. И, соответственно, добавляем нашу страницу. Нажимаете «Сохранить аудиторию». Называете... Как называть аудиторию так, чтобы вам было понятно. Далее переходим к месту размещения. Автоматически галочка будет стоять на автоматических плейсментах. То есть вы увидите, что здесь пишется, что это рекомендуется. Но мы же рекомендуем вам редактировать плейсменты и выбирать то, что вам необходимо, исходя из ваших интересов и типа бизнеса. То есть, например, в Facebook вы можете поставить галочку на ленту и моментальные статьи. Например, Instagram также, если вам ваш тип бизнеса позволяет делать рекламу в Instagram, то можете поставить галочку на Instagram, либо же на ленту отдельно, либо же на истории. Нам Instagram не очень интересен. Audience Network – это вот очень важный пунктик. Рекомендуем его всегда убирать, только если... Исключение – это только если вы рекламируете игры, так как именно эта колонка, она будет показывать вашу рекламу именно в играх. Ну и мессенджер также по желанию, но лучше всего его убирать. Здесь вы также выбираете мобильные устройства, которые вы хотите, либо же конкретные, например, Android или iOS, либо же все мобильные устройства. И переходим дальше к бюджету и графику. Бюджет выбираете также по своим целям, либо же вы хотите крутить свою рекламу постоянно и за дня в день, и тогда выбираете дневной бюджет, либо же у вас есть какой-то определенный период, срок действия вашей компании, и тогда вы выбираете бюджет на весь срок действия. Ну, мы оставим пока дневной бюджет, например, с 30 долларов. В расписании показа объявлений также ставите, исходя из своих интересов, либо непрерывно показываете свою группу объявлений, начиная с дня запуска, либо же устанавливаете даты начала и окончания. Ну, мы будем крутить непрерывно. Оптимизация для показа рекламы. Автоматом подставляется просмотр целевых страниц, но рекомендую вам спуститься ниже, выбрать другие варианты и выбрать то, что вам подходит. Либо же клики по ссылке, либо же показы, либо же дневной охват среди уникальных пользователей. То есть будут вашу рекламу показывать до одного раза в день. Самое оптимальное, конечно, это клики по ссылке, где вы будете платить непосредственно за клик по ссылке. Но вы должны ориентироваться, естественно, на свой тип бизнеса. Стратегия ставок. Вы увидите, что здесь написано «Минимальная цена». Получаете больше результатов типа клики по ссылке при вашем бюджете. Вам может показаться отлично, минимальная ставка, все супер. Но если вы нажмете «Установить предельную ставку», вы увидите действительно ставку, которую будет списывать в Facebook ваши клики. И вы тут можете ставить конкретно свою, то есть либо поставить ее больше, чем он рекомендует, либо меньше. Мы поставим, например, 1 доллар. Когда вы платите? Автоматом вот здесь ставится за показ. Но если вы развернете дополнительные настройки, вы можете выбрать клик по ссылке, собственно, что будет дешевле и более правильнее. Ну и, собственно, все. И нажимаете «Продолжить». Переходите к созданию объявления. Называйте объявление так, как понятно было бы вам. Ну, мы называем пост Facebook. И дальше выбираете свою страничку, непосредственно очень важно. Дальше вы можете выбирать как бы формат. Во-первых, вы можете создать новые объявления с нуля, либо же использовать существующую публикацию. При использовании существующей публикации ничего сложного нет. Вы просто спускаетесь ниже и выбираете публикацию, на которую хотите сделать. Например, три метода, как сделать рекламу Facebook актуальной. Нажимаете «Продолжить». Здесь вы можете с правой стороны сделать предпросмотр рекламы, как она будет отображаться в ленте новостей на компьютере, либо же в ленте новостей на мобильных устройствах, и также в моментальных статьях. То есть вы можете все это просмотреть, чтобы понимать, как это будет выглядеть. Или же, если вы хотите все-таки создать свою публикацию новую, нажимаете и возвращаетесь на «Создать рекламу». Выбирайте формат. Вы можете выбрать кольцевую галерею, о которой мы говорили уже ранее в видео, где будет две и более изображений, либо же одно изображение или видео, либо же создать подборку. Остановимся давайте на одном изображении или видео. Также есть «Instant Experience», где вы можете добавить целевую страницу, которая моментально открывается, когда люди будут взаимодействовать с вашей рекламой на мобильном устройстве. О ней мы также уже чуть раньше говорили с вами. И, собственно, переходите к медиа-объектам. Либо же это будет просто изображение у вас, либо же видео-слайд-шоу. Выберем, например, изображение. Вы можете создавать до шести объявлений с одним изображением в каждом без доплат. С правой стороны вы увидите рекомендации для изображений. Можете загрузить изображение с компьютера, либо же выбрать бесплатный сток, где вам будут предложены различные изображения, если у вас нет какого-то своего. Или же вы можете перейти на Инстаграм, или же на страничку и так далее. Ну, либо же выбрать из галереи. Если вы ранее когда-то что-то опубликовали на Фейсбуке, настраивали какую-то рекламу, то тогда можете выбрать из уже существующих. Например, мы вот выберем, так и сделаем. Нажимаете «Далее». Дальше вот переходим к ссылке к сайтам, к тексту. Урель сайта, понятное дело, вы выбираете тот, на который собираетесь ввести свой трафик. В тексте добавляете все, что вам хочется. Он поддерживает и эмоджи, и просто текст. Например, мы скопируем уже. Готовы. Вставляете. И вот справа сразу вы увидите, как это все будет выглядеть. В заголовок. Так. Пишите свой заголовок. И призыв, собственно, к действию. Выбирайте действия, которые пользователи должны предпринять, увидев вашу рекламу. То есть автоматом здесь подробнее. Вы можете нажать, выбрать все, что вам интересно. То есть есть и меню, и магазины, подписаться и так далее. Например, вы получить предложение можете. То есть и вот здесь автоматом вы увидите, как оно все меняется. Так. Другие языки это не обязательно. Если по вашему желанию. Показываете ссылку. То есть это URL, который увидят люди. И параметры URL добавляете. Это как бы обычная UTM-метка. Где вы выбираете, например, Facebook. У тебя метку добавляете все, что лишь бы вам было понятно. У нас это был пост или тест компания называлась. И контент компании там. Точно так же здесь можете номерочек нажать. Как и что-то написать. Наберяйте применить. Пиксель стоит здесь уже кнопочка автоматом. Это очень важно. Так и должно быть. И, собственно, все. Нажимаете. Посмотрели, как это все будет выглядеть. На ленте мобильных устройств. На ПК. В полном размере. И нажимаете подтвердить. И Facebook начинает размещать вашу компанию. Все. Ваша компания создана. Она находится на рассмотрении. Вы можете зайти, выбрать ее. Зайти в группы объявлений дальше. Выбрать и посмотреть непосредственно свое объявление. Можете его редактировать. Можете его дублировать, чтобы на его основе создать какое-то другое. И здесь все будет отображаться. Столбцы все вы можете настраивать. Здесь очень много всяких вариантов настраивания столбцов. Собственно, вы будете дальше потом видеть результаты. После того, как реклама пройдет модерацию. Начнется показ. То есть, вы увидите, сколько раз ваша реклама достигла результата. Который вы определили своими целями. Сколько вы заплатили за результат. Сколько вы всего потратили денег. То есть, увидите коэффициент релевантности. То есть, это автоматически Facebook будет определять, насколько хорошо ваша аудитория реагирует на рекламу. Сколько было уникальных кликов по ссылке. И так далее. Здесь очень много всяких разных функций, которые вы сможете отслеживать. Либо же менять что-то. Либо же смотреть в форме диаграммы. На самом деле, все достаточно просто. Итак, вы настроили рекламу. Трафик пошел, но что-то не так. Или трафик слишком маленький. Или время показа не то. Оптимизируйте вашу кампанию. И вот несколько советов по ее оптимизации. Есть что вспомнить. Во-первых, обязательно следите за аудиторией. Сегментируйте ее. Создавайте для каждой аудитории свою группу объявлений, где будет уникальное объявление. И обязательно ставьте отслеживающие UTM метки. Во-вторых, меняйте время показа в постах. И помните, что, например, для занятых людей самое оптимальное время показа в вашей рекламе это вечер в будние дни, либо же выходные дни. Не бойтесь поднимать ставки. Например, в нашем случае мы получали мало показов и лидов для рекламы с ставкой в 5 центов. Но вот для 15 центов реклама шла гораздо лучше. Были лиды и заказы. Все дело в конкуренции. Ведь одной и той же аудитории по аукциону можете показываться не только вы. Используйте ремаркетинг. Обязательно и всегда. И не бойтесь тут в ремаркетинге поднимать и ставить цены выше, чем в любой другой аудитории. Ведь аудитория на Facebook достаточно холодная и не реагирует так сразу, в то время как ремаркетинг позволяет догнать именно вашего покупателя. Что это? Третий совет, который у меня есть для вас, и его мало кто вам расскажет, особенно те, кто использует баннерную рекламу, учитывая алгоритмы Facebook, мы запускаем постоянно новые объявления. Запускаем его в рекламу, чтобы дать ему приоритет, и начинаем следить за реакцией с первых минут до часа. То есть мы создаем рекламу, запускаем ее, и в течение часа из них мы продолжаем менять изображения и рекламные тексты, или же останавливаем старые и запускаем новые объявления. Делая это, мы получили гораздо более дешевые цены за вовлечение и часто первые места размещения. За счет этого получаем больше конверсий, более высокую рентабельность инвестиций в наших объявлениях. Большинство людей этого не делают, потому что они считают, что это отнимает слишком много времени. Но вы можете мне не верить, но одна наша пиковая нагрузка над работой с объявлениями сократила наши расходы более чем на 30%. Если вы тратите сотни тысяч долларов, это огромная сумма. Теперь мы до сих пор продолжаем масштабную работу над объявлениями. Мы все не останавливаемся. Мы все так же делаем таргетинг на большое количество наших компаний, и до сих пор, когда мы продаем продукты для наших клиентов, мы получаем показы так часто, что это приводит к значительно более высокой рентабельности инвестиций. Они думают, что мы сумасшедшие, но вам нужно это делать, если вы хотите конкурировать в этой среде, особенно когда цены за клик и показы Facebook продолжают расти в цене. Так что надеюсь, вы примените мой опыт, мои ошибки в ваших объявлениях в Facebook. Если вам понравился такой формат, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте в комментариях свои вопросы, ведь мы ответим на каждый из них. И хороших вам продаж! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!